Ну вот, кстати, о музыке, вот наш век, он такой, эра взрыва такого мультимедиа, и выживет ли звук, вот тот звук, к которому мы привыкли, допустим, там, без сопровождения картинки, или без сопровождения каких-то там, я не знаю, тактильных эффектов, ну, всего чего угодно, вот тот звук, к которому мы привыкли, он останется в ближайшие годы? Я считаю, что музыка, она выживет в любом случае, потому что она на подсознание людей очень сильное влияние оказывает. И в каком бы формате она не появлялась, в любом случае она будет, у нее очень сильное воздействие на человека. И несмотря на то, что там выходит очень много музыки, которую можно скачивать, меняются различные форматы, все равно. Вы знаете, мы знаем, например, вот Radiohead, последний пример, люди ищут различные пути, маркетинговые ходы, представляют музыку. Для наших слушателей я поясню, что Radiohead не продавали свой альбом, а выложили его в интернете, его можно было скачать бесплатно, а можно было заплатить сколько хочешь. Эта акция принесла более 2 миллионов долларов. Я слышала про 5 даже. Вот, видите как, ну более же. Да, это первые дни принесли более 2 миллионов долларов. Да, извините ради бога. И на самом деле очень интересно посмотреть, куда это вообще все приведет. Что случится с рекорд компаниями со временем. Смогут ли они адаптироваться к изменчивым условиям вокруг. И будут ли люди самостоятельно выбирать, или им будут навязывать что-то купить. Посмотрим. Они все интересные вопросы, которые я не знаю. Очень интересный вопрос. Я, как вот артист, даже не знаю, что сказать. Но музыка, вот в чистом понятии, она, конечно же, не исчезнет. А как бы вам хотелось представить, как бы вам хотелось, чтобы развивались события? Рекорд компании должны им умереть? И не перестать навязывать свое мнение о покупателям? И слушатели. What do you think? So, what would you prefer? The record company to disappear and to stop for making people to choose? I think when people, when most people hear that the record companies are in crisis. Когда большинство людей слышат, что рекорд компания в кризис сейчас? They are cheering, you know, they are happy about it, you know. И они радуются этой ситуации, на самом деле. И их отношения, да, пошли они все эти рекорд компании. Но я не думаю так. Потому что у меня хорошие отношения с моей рекорд компанией, Mute. И я вижу, что рекорд компания играет очень важную роль между артистами. И я говорю именно о тех рекорд компаниях, которые выбирают, фильтруют артистов. И если они делают это правильно, то это работает хорошо. Мне кажется, что рекорд компании, они будут продолжать свое существование, но видоизменятся, видимо, деятельность каким-то образом. Вот с тех пор, как вы ушли из Депешмот, вы не ушли из рекорд компаний, в которой они записывались. So you stayed at the same record company as Депешмот. Well, we have complete, yes, and we have complete artistic freedom, you know. Но Mute у нас полная творческая свобода. So sometimes maybe we don't have the money we need, you know. Но иногда мы, может быть, не получаем тех денег, которые нам нужны. But I have a very, very good relationship with Daniel Miller. С Дэниом Миллером и Дэниел Миллером – это глава Mute. Слушайте, как это знакомо. Все устраивает, только них не хватает. Okay. So it's very... They know the situation. Everything is okay, but not enough money. Yes. А вы находитесь сейчас в гармонии с самим собой? So do you feel like you're in harmony with yourself? You feel the harmony with yourself? With Stan and Ron and... No, I couldn't say I'd help. With all those personalities. I'd love to be in harmony with myself, but I don't think that's easy to achieve. Я бы хотел быть в гармонии с самим собой, но это не так легко достичь. I'm more in turmoil than harmony. I haven't enjoyed reaching middle age and getting older. I can't say that I'm enjoying the age of aging, and it doesn't bring me much pleasure to become older than age. Really? Alan, I want to ask you about your children. How many years? About your children. How old are they? We have a daughter. Дочка. Paris. Paris. She is 12 years old. Ей 12. And Stanley. Stanley. Is 6. Ему 6. А что они слушают? So what do they prefer to listen? Do they listen to your music? Paris likes My Chemical Romance. Paris, фанатка My Chemical Romance. Gwen Stefani. Gwen Stefani. Who else does she like? That kind of thing, anyway. Ну, такое подростковое. Стан likes Jungle Book music. Стан любит Jungle Book. But he also likes, he'll sing along to Recoil, actually. Но они слушают Recoil. Mainly because, when we were making the record, he heard it so many times. Потому что, когда мы записывали Recoil, она его слушала столько раз. Друзья слушают вашу музыку, и вы обсуждаете с ними? And do your friends listen to your music? Do you discuss with them your music? Oh, some of them, you know. Некоторые из них, конечно. Depends, really. Но это зависит. I mean, we have lots of different friends. У нас просто очень много различных друзей. And some of them are more interested in the music and the music than others. Некоторые из них более заинтересованы в музыке. Некоторые из них менее заинтересованы. Я хотел бы поблагодарить господина Уалдера за интервью и выразить надежду на то, что сборная Англии в отборочном цикле Чемпионата мира, где она не попала в отгруппу с российской сборной, она все-таки преодолеет этот квалификационный турнир. Окей, so it's about football. I don't know those qualifications. It's really difficult for me, but he hoped that English coach will get into that. Ну, я не очень хорошо в этом сбираюсь, я не запомнила. Well, we needed to get rid of them. The reason it's good that we didn't qualify and Russia did qualify. Самое хорошее в том, что Россия прошла, а Англия не прошла. The reason it's good is because now we are able to get rid of the manager. И хорошее в этом самое то, что наконец-то менеджера уволят, который был абсолютно бесполезен на своем посту. And so at the moment in England the big debate is who will be the next team. И сейчас очень большие депутаты происходят в Англии по поводу того, кто будет следующим. Это может быть Джозе Маринио, который управлял Челси. Or as we call them in England, Челски. Челки мы его называем в Англии вообще. I'm going to see a Roman Abramovich. Потому что он дат Роман Abramovich. And there are some other managers. But at least we can move English football forward now. Но это дало причину тому, что сейчас английский футбол может продвинуться и подняться до какого-то нового уровня. Ну и надеюсь, все-таки на чемпионате мира и на World Championship мы увидим в сборной Англии. So they hope that they will see London coach. Yeah. Okay, спасибо большое. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So, спасибо. Okay. Yeah, that's all. Thank you very much. That was great. Yeah, sure. About Tron, Filin.